сижу на совещании скучное совещание вчера сижу телефоны у нас у всех есть там они но не это самое не заборона на так сказать ну короче там что листаю там вот такой новости смотрю там на гитары на всякие кита смотрю кореш мой майор там майор сегреал говорил уже дай майор сигнальных войск короче но наш сигнальный короче этот начальник шлепни сообщение это не шо в натуре такие тупые я смотрю там среди на какая-то короче дичь там что мол типа российская россия сказала что в украине они жидко обосрались и терпят поражение потому что они воюют с химически обработанными там что-то типа мутантами ниндзя там или чё-то такое я ему назад отсылаете башу ты читаешь какую-то дичь где-то еще там на реддитах еще находишь там и так новостей хрен поймешь а ты еще там где я сижу и защищаю россию перед солдатом нато я сижу и защищаю россию говорят что ну не могут быть они такие тупые ну ну вот уже ну надо же быть как-то более-менее там объективно адекватным да там и так далее сегодня сижу смотрю сены все новости прогнали типа яровая я такой стой что там ярого пакет я работе яровая там еще с каким-то недоделанным там вот этим же в думе сидят выпустила закон типа или что-то она нам короче выпустила объясняя сюда не жидко обосрались и терпят поражение за поражение потому что они воюют не с украинцами и уже не даже не с натовцами они воюют с химически обработанными там мутантами или как-то так я не знаю я на русском языке еще не смотрел эту статью ну а посмотреть как это все на русском языке описано как именно яровая это описывал этих мутантов химические короче гусей мало было вот эти лаборатория это я знаю к чему они будут говорить что лаборатория мы не нашли ни одной лаборатории там уж у них в мариуполе вроде они говорили что есть лаборатория сейчас мариуполь зашли нет лаборатории ну и замолкли уже никто ничего не говорит но все равно не даже не пастбища гузей не показали они говорить что эти лаборатории все с них было съедено выпито и закушена вот этими всеми химикатами которые должны были гуси лететь на россию таким люфт ваффе короче а их все съели вот солдаты в силу и стали вот этими химически обработанными непонятными мутанта киборгами там или короче мне пришлось сегодня прочитав это все новости яровая иду обратно к этому майору короче ты был прав да они действительно такие тупые да ему надо было объяснять то такая яровая пакет яровой все вот эти дела да да там как работает у них вот это дума там и так далее то что вот действительно россияне это дай тупейшая вообще сборище непонятно кому потому что они в это поверят вот дед отправляет сына на войну в украину живым не возвращайся мне лада белая нужно и верит что сын его поедет на войну и умрет там от рук химически обработанного мутанта с крыльями сзади как у гуся короче ну такой ангел наверно они не знаю не представляют крылья сзади гусиные тут руки там не по-человечески сильные короче и такой вот мутант идет на него как диабло в игре такую кишки в одну сторону полетели батя сидит аплодирует и нибудь нам за уралом ему лада машина придет может быть если не кинет правительство россии он получит себе ладу калину без подушки безопасности потому что нужно дед 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 деда кормить еще там я не знаю сколько лет так он без подушки безопасности полгода проехал там на могилку сыну короче поедет там 100 грамм выпить назад ну выпил назад возвращается от бумсы все и нету деда и хорошо и пенсии не платить там у него этому не надо ладан короче такое вот шутки в сторону помните задорного помните как он там американцы такие тупые они даже не знают что шкурку из-под сосиски можно использовать как противозачаточное средство а мы а мы вот советские люди можем у нас вот такие кулип но вот это она все с этого начиналось потом на перешло там короче там самолеты тяжелее воздуха и так далее но сейчас россияне вот этот вот фашистский режим который мы все-таки пройдем по всем 14 пунктам фашизма потому что это все одну часть этого целого подмена понятий новояз и все вот эти дела это же все часть этого одыбеливания народа для того чтобы этот народ верил вот эту святую я не знаю во что они верят сейчас но вот если они верят что они в украине сражаются с химически обработанными мутантами киборгами с гусиными крыльями то этим людям можно рассказать все и можно рассказать про то как винницу прилетела не ракета и вообще не прилетела про то как боинг никто не сбивал с этим народом можно делать все что угодно поэтому никакие там соглашения украины сейчас же путин пытается усадить за стол переговоров потому что он уже нужно это заканчивать средства заканчивается наведение войны он хочет там уже лавров начинает у нас тут четко это все проходит ему типа лавров там географические реалии нужно принимать там все дела короче украина ну то есть украина вот это парняшка бомбежками мирных городов пытаются составить сесть за стол переговоров чтобы закончить то все на условиях типа россии но чтобы же внутри что там можно было прожить чуть-чуть чтоб вот эти гуси и верующие в мутантов химически обработанных верующие нишну когда шоу это закончится уже надо будет как-то это все объяснять там за железным этим занавесом вот им объяснять что да мы вот спасали херсон там запорожье и донецкую я уверен что херсон запорожьем они не спасут им сейчас усадить за стол переговоров пока не началась контр наступление а там уже мостик-то подготавливают то есть сейчас херсон сейчас можете к этот бум-бум-бум и херсон полностью отрезаны и все для берега на блюдечке синей каемочкой хочет это вот и поэтому начинается вот этот такая информационная подготовка этого всего то есть да мы сражались четко до силы были неравны потому я уже кстати слышал и причем я слышал это вот на комментарии читал там понятно какой-то тролль американский это в конце видео что добавлю писал я думаю вот вот это вот сейчас будет следующее следующая четко и давайте вот проверим это будет ли у них четкая такая линия или нет он пишет что а хули ты хотел ну когда говорит кто-то там англичане пишет шуму типа россияне обосрались там на них посмотрели думали что они вообще составляют собой какую-то силу они так жидко короче обосрались перед украины шестережение он и так а что ты хотел типа ты чуток российская армия это 150 тысяч человек воюющие с миллионом вооруженных натовским оружием украинцев то есть это уже ну и если те которые верят в гусей с крыльями психопатов они для них это вот так вот подай щас киселев это у них по-любому будет сидит это методичка сейчас вот только 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 и сразу шумал типа мы сражались доблестно наши героические ребята витязи там и так далее поражали там фашистскую гадину но силы были не равны потому что всего-то было 170 тысяч которая группировка стояла вокруг украины а там был целый миллион бандера бандера нацистов с натовскими химарсами еще и химически химически переделанными на уровне днк а у нас в россии сейчас все без гамма это ладно кстати вот гамма у сюда еще как-то не приписали к этим гусям и химическим лабораториям короче такое видео видео вот именно что насколько тупеет вот это вот страна которая по-русски разговаривает там рано че пизно цей канал гитарные истории напишите у коментариях истории цека цапс кисло чится слова я ки я придумал зараз я буду стараться практикуваты украинскую мову на гитарных видео тобто після того як засылу видебье херсон мы з вами бит празднуем а перемогу и після того я почну робите обзоры обзоры в коментариях обзоры на гитаре на украинской мови ця будет цех цены будет быстрое коментариях надо перевод не писать это не будет быстрое видео потому что я повинен думать как перекласти с английской я думаю я думаю английскую чему-то за английскую мову перекласти на украинскую мову и короче вот такая проблема у меня мне надо практиковаться украинской поэтому я буду с вами общаться у меня в коментариях будете писать как правильно слова говорить ну все до следующего видео слова украине героям слава верьте в силу победа уже будет скоро украинской мови церкви